Всем привет! Я Евгений Замятин, дорогой друг, подписчик и ты, уважаемый новый зритель моего канала. Сейчас мы с тобой поговорим о гирляндах для ловли рипуса. Тема понятна, что ловля рипуса это такая рыбалка. Вот если ты еще не знаком и ни разу не был на ловле рипуса, ты вынужден просто поверить мне на слово, что это одна из самых интересных рыбалок. И это долгожданная рыбалка для целой армии рыболов, которые зиму-то ждут. Для того, чтобы лед встал, когда нерест у рипуса закончится, чтобы выйти на лед с палаточкой, с подсветочкой, с хлопушечками, с удочками. Ну и понятно, что с гирляндами для ловли рипуса. Гирлянды для ловли рипуса это и будет сегодняшняя тема в видео. И сейчас набирайся хорошего настроения, давайте поговорим, что это такое гирлянда, чтобы ты понял. Если тем более ты начинающий рыболов, ты только-только увлекся, один или два сезона ловишь рипуса. Разумеется, очень много интересного и новенького ты для себя откроешь. Да ладно! В начале видео я призываю поставить лайк этому видео. Сейчас такие алгоритмы у ютуба, что это очень помогает видео. Но если видео не понравилось, в конце ты всегда можешь поставить это лайк, грубо говоря, снять. Новый зритель, добро пожаловать, подписывайся на канал, для того, чтобы быть в курсе всего самого интересного и чтобы дать тебе побольше радости в нашей единственной неповторимой жизни. И мы потихонечку приступаем к интереснейшей теме. Это гирлянды для ловли рипуса. Здесь множество нюансов, множество вопросов у тебя возникает. Поэтому если что-то в этом видео, а я всегда стараюсь видео делать подробными и не стесняюсь, даже какие-то примеры привожу из личного опыта. Потому что считаю, что любое видео должно быть для тебя инструкцией для применения. Чтобы ты не лазил по всему интернету, ну такое вот у меня пожелание, как я часто. Вот что-то хочу узнать, я столько перелопачиваю видео, прежде чем наткнуться на то самое, которое вот мне и дает саму соль. Вот все то, что мне было интересно и нужно. Вот я стараюсь, чтобы у меня были видео именно такими. Чтобы ты включил, посмотрел и в результате этого просмотра спросят тебя потом, ну что такое гирлянда для ловли рипуса. Ты не просто представлял себе что-то такое, а знал точно, да еще и в подробностях. Рипус это такая прекрасная рыба, которая водится не только на Южном Урале. И конечно этим видео я передаю привет рыболовам, с которыми лично знакомы, или которых надеюсь, что узнаю в будущем. Которые живут и ловят рыбу рипус в Прибалтике, в Ленинградской области, на Южном Урале, Свердловской области. Восточный Казахстан, Северный Казахстан, Красноярск, Красноярский край, Шарипово, озеро Ингуль, Приморье и Владивосток. Там в основном конечно корешку люди ловят, но корешка, сиг, рипус, рипус это вообще европейский сиг, это все родственники. Но они своими повадками тоже одинаковыми ловятся на одинаковой снасти. То есть если у тебя есть снасть для ловли рипуса, понимаешь, что это у тебя снасть для ловли рипуса, сига, корешки. Гирлянда для ловли рипуса это рыболовная снасть. Она обладает своими особенностями. Исходя из того, что рипус ведет, тоже он своеобразная рыба. Он, во-первых, не рестится осенью, а не весной, как многие рыбы. Он ведет придонный образ жизни. Это стайная рыба. Клюет, кстати говоря, ночью даже лучше, чем днем на многих водоемах. И живет на глубине. Есть такие водоемы, где мы ловим рипусы даже с 44 метров. На озере Увельды есть ямочки, допустим, по 44 метра. Ну а в среднем такая глубина, такая рабочая, это даже не только рипусы, а корешки тоже. 20-30 метров. Да-да, есть кто-то предпочитает 24 метра, 26 метров, 30, 31. Поверил в эту глубину, однажды, видимо, попал на хороший клев. И с тех пор верит, любит это и ловит с таких глубин, которые считает самыми оптимальными. Но как ни крути, это все равно глубины приличные. Поэтому и снасть для того, чтобы поймать рыбу с такой глубины, тоже должна быть особенной. У нас на Южном Урале рипуса запустили в 1912 году, кстати, из Литвы. Запустили в озеро Увельды, и получается, что мы ловим рипуса уже более 100 лет. Ну, мы рыболовы Южного Урала. Вот, кстати говоря, в моем городе Челябинск в этом сезоне стал рипус ловиться на озере первое. Так вот, люди за 300 километров из Средовской области не ленятся. То, что не ленятся, они с радостью приезжают, чтобы половить рипуса на первом озере. А ты, друг мой, если ты Южноуралец или живешь, тем более, в Челябинске, то понятное дело, что если ты любишь ловить рипуса и не был на первом озере, то ты себя лишил многих-многих радостей. Этот человек постарался и запустил эту рыбку в первое озеро. Поэтому там рипус вырастает крупным. Что я имею в виду? На Увельдах за более чем 100 лет крупнее рипуса, чем 152 грамма, никто не ловил. То есть, 150 грамм – это рекорд. Одна рыбка. А на первом озере за 200-250 грамм есть такие особи. Ну и понятно, что на Увельдах и на таких озерах, где водится рипус, это и в северном Казахстане особенно. Там сиги водятся такие, что просто загляденье под 2 килограмма. Ну и на Увельдах тоже сиг или на Кисигаче – это такие озера Южного Урала. Там тоже есть сиг, и он в прилове на нижний крючок часто ловится. Поэтому, когда мы ловим рипуса, европейского сига, мы не удивляемся, когда клюет, собственно говоря, сиг. Так вот, для этих рыбок и существует гирлянда. Гирлянда – это отрезок лески с отводными поводками, внизу грузик и часто внизу еще поводок, такой самый нижний. И уже там боковыми поводками, на боковых поводках привязаны крючки. Сверху, как правило, либо кольцо бесшовное-шовное, там заводное или вертлюжок. И для того, это кольцо или вертлюжок, для того, чтобы на основной леске нашей удочки я привязываю карабин-застежку, и чтобы легко можно было менять гирлянды, мы вот этой карабин-застежку расстегиваем, берем нужную гирлянду, ее за вертлюжок подприцепляем, опускаем в лунку, и начинаем, либо продолжаем ловить рипуса. Уже с той гирляндой, либо в которую верим, либо мы разведку ведем. С этой важнейшей задачей справляется гирлянда. Они имеют свою особенность, ведь раз мы проговорили, вот я вам сказал, что там есть грузик, отводной поводок, к примеру, про эти вот поводки боковые. Понятное дело, что и грузики разные бывают, и поводки нижние там разные бывают, боковые поводки тоже, из разных материалов. Кто-то флюрокарбонную леску использует полностью, чтобы всю гирлянду вязать, кто-то монофильную, различных диаметров лески, различные крючки. Так вот, сейчас ты, друг мой, вот ты же, мой зритель, специально включил это видео, я с тобой дерюсь тем самым, вот самой солью, самой сутью, какая гирлянда для тебя будет основной, а уже в процессе своей рыбной ловли, там приобретая собственный опыт, ты сам будешь пробовать другие диаметры лесок, другие длины поводков, размеры крючков, насадок. Это все тебе предстоит. Особенно, если ты начинающий репусятник, и у тебя просто сердце горит, у тебя воображение играет так, что вот ты готов прям вот в это погрузиться, как в сказку какую-то. Это сказка и есть. Это такой подарок нам, всем рыболовам, особенно в тех регионах, где водится репус. Так вот, у тебя будет уже свой опыт формироваться, но от чего-то оттолкнуться, и не просто от чего-то, а оттолкнуться от снастей, которые проверены временем, к которым мы, рыболовы Южного Урала, пришли, грубо говоря, в течение более чем 100 лет. И вот сегодня современная ловля репуса у нас происходит, когда мы используем вот эти гирлянды. Гирлянды для ловли репуса, которые использую я, и о котором тебе рассказываю, они у меня четырех видов. Это гирлянды с голыми крючками, для того, чтобы сюда насаживать всевозможные насадки. А насадки для ловли репуса, они, я тебе скажу, раз ты включил видео, должен же все понимать, знать, что это такое. Итак, в качестве насадок для ловли репуса мы применяем это ошпаренный опарыш, сало, кусочки съедобного силикона, желательно белого цвета, мормыш вареный, мормыш там свежий, живой, личинка репейника, и мотыль. Мотыль, кстати говоря, друг мой, это тоже замечательная насадка для ловли сиго, репуса и корюшки. То есть, такие насадки животного происхождения, но не только животного, силикон же не животного происхождения, но тем не менее, всевозможные насадки, чтобы у нас была возможность насаживать, чтобы понять, что сегодня репусу нравится. Вот для этого существует гирлянда с голыми крючками. Гирлянда, с которой я всегда начинаю свою рыбалку, а потом уже от нее отталкиваюсь, то есть, я что-то если буду менять, то я начну рыбачить вот с этой вот гирляндой, а уже дальше рыбалка мне подскажет, что нужно делать, какую-то там менять там размер насадки, вид насадки. Итак, это гирлянда с белым бисером. Если сначала у нас была гирлянда с голыми крючками для насадок, то вторая, а может даже и первая, для меня первая, гирлянда с белым бисером. Эта гирлянда также уже с готовыми насадками, в качестве насадки белый бисер, здесь у меня три бисеринки и маленький беленький кусочек съедобного силикона. Он, во-первых, не позволяет сброситься с крючка вот этим бисеринкам, у них внутреннее отверстие, диаметр отверстия такой, что он эту зазубринку или бородку легко может проскочить, если не будет какого-то протектора. Так вот, в качестве и досадки, и протектора, маленькие кусочки съедобного силикона. У нее преимущество по сравнению с насадками натуральными, буквально в том, что ее не надо перенасаживать, репус рыба ее не сбивает. Сравните, если вы насаживаете, к примеру, мотыля, и когда были поклевки, еще что-то, крючков все-таки несколько, вам приходится постоянно проверять все эти крючки, чтобы было качество насадки на высоте, то есть она была свежая, привлекательная, и мотыль, понятное дело, или там любая другая насадка, натуральная, она более мягкая, более легко слетает с крючка, и приходится больше времени тратить на то, чтобы перенасаживать. Если идет активное пищевое поведение у рыбы, у репуса, вам не надо пользоваться никакими натуральными насадками, достаточно белого бисера, и будет вам радость, как и мне. Иногда для репуса размер насадки также имеет значение, и для того, чтобы сохранить все преимущества вот этой искусственной насадки, а именно бисера, и увеличить размер насадки, я со временем пришел вот к такой тоже обязательной в моем арсенале насадке, это гирлянда с бусинками. Бусинка также, видите, они перламутровые, белого цвета, перламутрового, конечно, отдельная, она одна, бусинка на крючке, но я ее поджимаю также, мелкими кусочками съедобного силикона, для того, чтобы она держалась на изгибе крючка, и вот таким образом, когда рыба будет ее клевать, чтобы у меня была возможность подсечь клюнувшую рыбу. Размер иногда имеет значение, и часто вот на бусинку клюет лучше и эффективнее, чем на белый бисер. И четвертая обязательная в моем арсенале гирлянда, и в твоем тоже должна быть обязательная, это гирлянда с цветным бисером. Вот, эта гирлянда, тут и красненькие, там и беленькие вкрапления, то есть иногда рыба предпочитает именно такую вот. Это, кстати, все вот эти гирлянды, это все, я не могу выделить, ну, кроме разве что гирлянды с белым бисером, и гирлянды с голыми крючками, потому что как-то особенность есть у них со временем, ну, что заменит гирлянду с голыми крючками, когда тебе надо применять насадки животного происхождения. Вот только она, но, тем не менее, вот цветной бисер, также бывают такие рыбалки, когда именно на него, либо только на него, клюет наиболее эффективно. Вот, четыре вида гирлянды. Это, с голыми крючками, с белым бисером, с цветным бисером, и с бусинками. Да, кстати, уважаемый подписчик, и ты новый зритель моего канала. Я обязательно сниму видео о том, как я вяжу гирлянду, потому что, вы, во-первых, в комментариях это просите, и я готовлю это видео, и чтобы это видео получилось, с практической точки зрения, наиболее рациональным, полезным, интересным, я все готовлю, чтобы вы поняли, из какой именно лески, какого именно диаметра, какие крючки, какие грузилы, ну, что все конкретно, чтобы было, вот я это все вместе собираю и готовлю, для того, чтобы снять отдельное видео. Но я тебе признаюсь, вот я думаю еще, наверное, я не то, что отдельное видео сниму, это, разумеется, будет отдельным видео, но я хочу сделать, наверняка, стрим это будет, потому что, во-первых, стрим, он более продолжительное время, потом, когда мы ведем стрим, мы общаемся о ловле рипоса, вы пишете в прямом эфире, что вот тут же, свои вопросы, я это все читаю, и заодно я буду вязать эти гирлянды, и вы, помимо ответов на свои вопросы, которые вас, которые вас волнуют, интересуют, там масса вопросов, заодно вы будете видеть весь процесс, от начала и до конца, скорее всего, я даже не одну гирлянду свяжу, на стриме, а все вот эти 4 вида гирлянда свяжу, вы увидите, насколько это, в принципе, когда умеешь, это не так и, уже долго, но это, наверное, так нельзя говорить, когда он гимнаст, акробаты умеют, сальто троне, там с верветами крутить, тоже кажется, что это, вот смотрите, как это, ну а мой брат, помню, когда я ему привязал, буквально, узел для привязанного крючка с лопаточкой, помню, он мне как-то, я говорю, ну посмотри, как это вяжется, взял, значит, связал этот узел, и говорю, видишь, быстро как, он говорит, ну да, я это воспринял, как фокус, и я так призадумался, тут, то есть, надо быть всегда, как-то смиреннее и добрее, то есть, надо понимать, что если ты умеешь, там что-то делать, у тебя уже просто, ну там, ты не одну тысячу, там, этих связал поводков, то тебе понятно, это дело делать, гораздо легче, чем сравнить с человеком, который только-только-только, это вот, кстати, моя немецкая овчарка, думчик, да, да, тебе вот только-только это все дело понравилось, ты влюбился в эту ловлю, ну, конечно, у тебя навыков нет, и я думаю, что на стриме это будет полезно, и так, то есть, я вам объяснил, что для тех из вас, кто хочет посмотреть, как вязать, как же вяжется эта гирлянда, вот, я вам ее свяжу на стриме, заодно, это анонс стрима, который я все равно готовлю, все равно мне будет, и там посмотрю, если стримы вам зайдут, друзья мои, то будем стримы регулярно делать, потому что у нас круглый год, всевозможные рыбалки интересные, летом и зимой, и осенью, и весной, ну, грубо говоря, и со льда, и без льда, по открытой воде, везде есть интересующие рыбалки, кстати, ловлю рипуса для меня, вот так вот, по ощущениям, по моим, ну, просто вот так, как-то ментально, ловля рипуса очень похожа на ловлю карпа, я обожаю ловить карпа, и обожаю ловить рипуса, вот, и слава богу, что у меня такие интересы в этой рыбалке, как-то вот жизнь мне подарила, тем не менее, мы с вами разберем сейчас одну гирлянду, скорее всего, мы разберем гирлянду с голыми крючками, потому что на этих крючках мы видим, когда есть белый бисер, бусинка, цветной бисер, это понятно, что мы связали-то сначала гирлянду с голыми крючками, а потом уже ее обогатили искусственными насадками, либо планируем обогатить натуральными насадками, я всегда нижний крючок сюда прицепляю, по-особому, если все у меня крючки примерно одинаково так, ну а самый нижний, и вам советую, как-то изощритесь его как-то по-особому, прицепите, чтобы потом легче находить, не случайно, все мои гирлянды, которые я вяжу, не случайно, у меня на каждой гирлянде, внизу поводок, определенной длины, определенного вида, то есть внизу у меня, любой гирлянды, поводок, 20 сантиметров, с крючком, либо там, тут уже насадки, либо здесь блесенка, кстати говоря, о блесенках, есть такая тайна, да, на какие же блесны клюет сик, я тебе обещаю, друг мой, что я обязательно сниму видео, и покажу тебе конкретно, и назову тебе блесны, на которые клюет сик, которые можно привязать, не нужно привязывать, внизу гирлянды, когда ты предполагаешь, в прилове, ловлю сика, и так, нижний поводок у меня, я его вяжу с надеждой, поймать сика, ну и чаще поклевки, кстати, на нижние крючки, вот 20 сантиметров, и от грузика, грузик у меня 3 грамма, как вы видите, тоже в 20 сантиметрах, у меня идет, если считать снизу, то первый боковой, то есть первый, отводной поводок у меня идет, тоже в 20 сантиметрах, и посмотрите, как он у меня идет, то есть он смотрит у меня, вот так вверх, да, вверх, то есть вес крючка, не, вес крючка не опускает леску, нашего бокового, отводного поводка, то есть вниз, и поводок не висит, как уши у спаниеля, поводок отходит в бок и сторону, это очень важный момент, когда мы вяжем гирлянды, и таких тонкостей полутонов будет масса, ну, по крайней мере, вот сейчас то, что ты увидел, и сразу визуально понимаешь, да, что вот поводок смотрит в сторону и вбок, гениально, ну, дальше уже через определенные расстояния, также привязываются отводные поводки, и пока они не добегут, либо до, ну, до верхнего вертлюжка, короче говоря, пока не добегут, когда мы привязываем боковые поводки, часто меня люди спрашивают, Евгений, а какая длина этих боковых поводков на гирлянде, на ваших гирляндах, так вот, друг мой, сейчас ты меня слушаешь, и надеюсь, правильно понимаешь, длина вот этих вот отводных поводков, напрямую зависит от веса крючка, от веса крючка с насадкой, помнишь, я тебе сказал только что, что поводок не должен болтаться, как уши у спаниеля, а он должен вбок отходить, если крючок, допустим, у тебя Owner 5434 номер 8, из проволоки 0,39 мм, понятное дело, что он имеет какой-то свой вес, так вот, если ты сделаешь длину поводка чуть длиннее, и вес крючка у тебя уронит этот поводок, то есть он не будет сбок смотреть, будет болтаться, это неправильно, поэтому ты подбираешь длину отводного поводка, таким образом, чтобы у тебя крючок вбок смотрел, и в среднем примерно, это где-то 4 сантиметра, то есть есть же у нас какие-то шаблоны, вот спроси, длина подводного поводка на гирлянде для головы липуса 4 сантиметра, понятное дело, что в процессе поиска наилучшего клёва, ты, уважаемый мой друг, будешь экспериментировать, ну, как и я, как любой, любопытный человек, ты будешь делать поводки различной длины, из различных лесок, из различного размера крючков, там разные насадки, у тебя все пройдешь, но от чего-то надо отталкиваться, как от фундамента, так, чтобы дальше-то пошло, корень-то какой-то должен быть у дерева с ветками, корнем является вот эта гирлянда, где отводные поводки примерно 4 сантиметра, сделаны они из флюрокарбона, и номер этих крючков, Owner 50434, номер 8, номер 9 мелковат, сразу говорю, и 10 уж подавно, но, ловят рипусы и на более мелкие крючки, и на более тонкие лески, и так, диаметр лески, диаметр лески здесь 0,16, это тоже как основа, вот если основная леска, которая идет, она у меня монофильная, то любые поводки, отводные и самые нижние, у меня сделаны из флюрокарбона, материал флюрокарбон, он более прозрачный, это не монофильная леска, совсем другой материал, он в воде практически невидим, он жестче, чем монофильная леска, его даже применять летом, и с флюрокарбона поводки ставят, потому что он более абразивоустойчивый, ну то есть, здесь не абразивоустойчивость, а именно его жесткость, при таком диаметре, имеет значение. Теперь грузик, грузик у меня 3 грамма, потому что все мои карбоновые хлопушки, на моих удочках для ловли рипуса, они все настроены на вес грузика 3 грамма, либо 2,5 грамма, ну 2,5 грамма и 3 грамма, вроде бы разница небольшая, но тем не менее, на карбоновых хлопушках всегда есть такая вот металлическая часть, кивка, за которой мы можем, изгибая которую, мы можем подстроить наш кивок к любому весу, то есть от 2,5 граммов до 5 грамм, мы спокойно можем себя подрегулировать, чтобы наша карбоновая хлопушка имела зазор к шестику, к тюльпану шестика, тюльпан самого кивка, ну около сантиметра, чуть меньше, чуть больше, ну около сантиметра, так правильно будет настроить. И этим все мы можем делать пальчиками. Кстати, видео о карбоновых хлопушках есть на моем канале, и будет и еще. В этом году, я считаю, у нас самая удачная тоже получилась карбоновая хлопушка, вот очень рекомендую, если у тебя, друг мой, ни гирлянд, ни снастей нет, добро пожаловать, смотри это видео, подробности в описании. Теперь о мотовильцах. Ну вот у меня вот такие мотовильцы, но вообще я пришел к выводу, что если у нас цилиндрическая мотовильца, такая из поролона, то тогда гирлянды совершенно не изгибаются, как вот здесь у меня изгибаются, но это я однажды приобрел, надо же использовать, видите, вот эта стопка у меня же не случайно стоит. Если ты увидел 4 разных гирлянды, это значит не что иное, как то, что у тебя должно быть 8 гирлянд. Самый минимум 8. Что это за 8 гирлянд? Вот 4 таких и точно таких же еще 4. То есть 4. То есть дубликат каждой гирлянде у тебя лежит в сумке. Или где у тебя коробочка со снастями. Для чего это делается? Для того, что когда ты все равно будучи, ну ты не сидишь в кустах, не ждешь героя, ты там что-то меняешь, у тебя с подсветкой уже все в порядке, подсветка у тебя правильная, место ты нашел рыбное, то есть увидел в охолоте рыбу и сел не в пустыне, а на рыбу. У тебя прикормка, ты работаешь регулярно, уже подманил, уже нашел, собственно говоря, ты гирлянду, на которую реагирует, сегодня рипус, хорошо, и вдруг, то ли си клюнул, то ли какая-то произошла, что-то пошло не так, и вот в определенный момент при уваживании, например, часто это так бывает, то ли рыбка из рук выскользает, либо в ось она, рипус вырывается, как-то, так бывает, и падая путает тебе гирлянду. Да бывает, в такой гордии фузел запутает, что ты будешь, ну что ты будешь делать? Ну ты же нашел уже гирлянду, а у тебя запасной нет, это неправильно. Так вот, у тебя должны быть запасные гирлянды, и я рекомендую, если ты сам умеешь вязать гирлянды, то у тебя должен быть образец, на основании которого ты хоть тысячи гирлянд навяришь, вот, я тебе за образец рекомендую иметь вот такие вот гирлянды для ловли рипуса, проверенные временем. Итак, каждые твои гирлянды у тебя дубликат, хотя бы один. А в ту гирлянду, в которую ты веришь, как я вот люблю, вот с белым бисером, у меня несколько таких дубликатов, именно для этого у меня вот в этих коробочках и на этих мотовильцах намотаны, сделаны, готовые гирлянды для ловли рипуса. Потому что, знаешь, для чего это, в основном, ты знаешь, зачем я тебе говорю? Основное у нас в рыбалке это время. И на рыбалке лучше тратить время на то, чтобы ловить рыбу. Второе, чем дольше твои крючки будут находиться в толще воды, тем выше шанс поклевки рыбы. Это понятно? Конечно, понятно. Поэтому не надо сидеть в палатке, там что-то распутывать, время идет, а ты там узел затянул, а потом, ну, нервы же, нервы же еще у нас есть. Поэтому, как-то смирение какое-то, чтобы себе здоровье, радости побольше и поменьше всяких эмоций не очень позитивных. Ну, запуталась, снял это на это, в пакетик, в сумочку свою, достал дубликат и дальше продолжаешь рыбачить на точно такую же гирлянду. Насадку, которую ты уже определил. И все. Радуйся, лови рыбу. Дома разберешься. И навяжешь еще гирлянд, там, и эту распутаешь. А че, так можно было, что ли? Итак, дорогие друзья, мы с вами познакомились со снастью для ловли рипуса. Прошлись по общим таким значимым позициям гирлянда, готовая гирлянда для ловли рипуса. Они бывают с голыми крючками, с белым бисером, с бусинками и с цветным бисером. Желаю всем натянутых лесок. Если у тебя есть какие-то вопросы или что-то тебе, пожелания какие-то, пожалуйста, есть комментарии. Я все комментарии читаю, отвечаю. С вами был Евгений Замятин. Встретимся на рыбалке. Субтитры сделал DimaTorzok